Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Политолог Дмитрий Балкунец прокомментировал заявление Лукашенко о создании в пробирке белорусской вакцины от COVID-19. Создание вакцины от COVID-19 в Беларуси в текущих условиях невозможно. В стране для этого отсутствует необходимое оборудование базы и специалисты. Можно лишь клонировать и разливать готовое. На пробирке можно написать всё, что угодно, и выдать за свой продукт. Завод «Интеграл» так китайские мониторы выдаёт за свои, потратив средства на наклейки. Поэтому заявление Лукашенко – обычный популистский трёп. «Мои знакомые медики не раз в последнее время отмечали, что у него прогрессирует деменция. Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал обнародовать новые, более громкие факты по делу о госперевороте в стране. То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали цветочки. Ягодка ещё не показанная. Но мы покажем её, и вы ужаснётесь тому, что вы увидите», – заявил Лукашенко, отвечая на вопросы журналиста в пятницу. Его слова приводит президентская пресс-служба. «По словам Лукашенко, люди, которые не погружены глубоко в ситуацию и не разбираются в этих процессах, не воспринимают задержанных всерьёз. Какие-то философы, старики. Как они могли что-то совершить? Они бы и не делали это. А вот кто это планировал делать, это мы знаем. А кто исполнитель, мы вам покажем. И ещё раз подчёркиваю, вы просто ужаснётесь от этого», – добавил президент. Он заявил также, что зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьёзную операцию смогли провести их белорусские коллеги. «Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужбы, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор», – отметил Лукашенко. «Никто же фейками не занимался. Мы показываем конкретные факты. Но самое главное, они же признаются». Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, и что к этому причастны американские спецслужбы. Он заявил, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США. ФСБ России сообщило, что помогла предотвратить госпереворот в Беларуси на 9 мая. Сотрудниками спецслужбы в Москве были задержаны адвокат Юрий Зинкович, который в 2020 году претендовал на участие в президентских выборах, и политолог Александр Федута. В Беларуси задержали лидера старейшей белорусской оппозиционной партии БНФ Григория Костусева. В ФСБ сообщали, что Зинкович и Федута планировали осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Лукашенко. Конечной целью заговора, добавили, там являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на Комитет национального примирения. При этом Зинкович планировал стать куратором парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой, отметили в ФСБ.